Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Я блюю на ваши могилы. Молодая писательница Дженнифер снимает домик в глухом лесу, чтобы в уединении написать роман. Но издатель не дождется нового бестселлера. Четверо местных отморозков жестко насилуют девушку и обрекают ее на мучительную смерть. Но Дженнифер сумела выжить, и теперь ее единственная цель – месть. И месть эта будет столь ужасной, что бывшие насильники проклянут тот день, когда встретили ее впервые. Мудницы, 2008 года. Франция, начало 70-х. Люси, маленькая девочка, почти год считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена в рядущей по проселочной дороге. Ребенок в состоянии глубокого шока и не может рассказать о случившемся. Полиция быстро находит место ее заточения – заброшенную скотобойню. Все говорит о том, что девочка долгое время не покидала своей тюрьмы. На грязном, их судавшем, обезвоженном теле ребенка нет никаких следов сексуального насилия. Это не было преступление, совершенное педофилом. Но что-то гораздо более странное. Что случилось в этом месте? И как Люси сумела бежать? Салонные псы Ма – драматическая история молодой пары, чьи отношения подвергаются проверке на прочность, когда к героям заявляются незваные гости, пух и прах, разрушающие их спокойную жизнь. Восставший из ада. Приговор. Два брата декретива – Шон и Дэвид Картеры – пытаются расследовать серию жесточайших убийств, принадлежащих рукам маньяка по кличке Персептор. Они изучают дело очень давно, но пока им не удается найти хоть какую-то зацепку. На помощь мужчинам присылают молодую специалистку-криминалистку Кристин. Постепенно они начинают распутывать загадочные убийства и понимают, что клюнули вовсе не на ту наживку. Где-то, совсем рядом с главными героями, вершит свой кровавый суд Пинхетт с помощниками. Следователи попадают прямо в их логово, события фильма разворачиваются в двух мирах, в реальности детективы пытаются расследовать убийство нехороших людей, а в загробном мире Пинхетт с компанией творят свое правосудие над другими плохими людьми. Когда в их руки попадает один из детективов, никто не сможет предсказать развязку. Хэллоуин. Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Страна призраков. Бетт возвращается в родные места, где много лет назад с ее семьей произошла страшная трагедия. В старом особняке ее ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержима злыми духами ничто иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бетт не в силах. Маньяк. Улицы Лос-Анджелеса кажутся тихими и безопасными, но это не так. Серийный убийца, снимающий скалипс со своих жертв, вновь выходит на охоту. Днем Фрэнк – тихий владелец мастерской по реставрации манекенов, а ночью – безжалостный маньяк, убивающий исключительно женщин. Но его размеренная жизнь тихонь и маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор – еще один скальп в качестве трофея или реальная любовь. Граница 2007 года Преступная банда после ряда детских ограблений скрывается от правосудия в близлежащих лесах. Скитаясь в поисках временного прибежища, они выходят к мотелю. Хозяева спасительного пристанища не отличаются гостеприимством. Но даже самые страшные фантазии не в состоянии сравниться с ожидающей несчастных реальностью. Совсем скоро неудавшиеся бандиты поймут, что стали пленниками каннибалов, которые уготовили своим постояльцам ужасную смерть. Жизнь Дэвида Гейла 2003 года Дэвид Гейл – человек, который пробовал жизнь в соответствии со своими принципами. Но в причудливом повороте судьбы этот преданный отец, популярный профессор и яркий противник смертной казни окажется в камере смертников за убийство активистки Констанции Харовой. За три дня до исполнения приговора Гейл соглашается дать интервью репортеру «Битси Блум». Но журналистка вскоре понимает, что ее участие в этом деле не ограничится одним интервью и что жизнь человека находится в ее руках. Поставив на кон свою собственную безопасность, она начинает расследовать те ужасные события, которые окружали смерть Констанции. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова